В Чувашской государственной сельскохозяйственной академии теперь можно выучиться на сыровара. Там открылись специальные курсы. До эфира мы с нашим оператором Андреем Шоклевым побывали на занятии. На данном этапе у нас процесс рождения сыра идет. У сыра, которому еще только предстоит родиться, уже есть имя – академический, в честь учебного заведения, в котором его варят. Его рецептура – разработка сотрудников. Это будет мягкий сыр, полученный термокислотным способом, то есть без бактериальных заквасок. Разогретое до 90 градусов молоко добавляют в сыворотку и выдерживают положенное время. Затем формуют. К стенке берем сырную массу, видите, вот так? Ну, на половину емкости примерно. Чуть-чуть вот так вот, возвратно-поступательные движения вот такие делаем, да, чтобы сыворотка стекла, основная часть. Потом перекладываем сюда. Курсы ведет профессор кафедры биотехнологии и переработки сельхозпродукции Геннадий Ларионов. Профессию сыродел-мастер он получил в единственном в России научно-исследовательском институте масла и сыроделия в Угличе. Для Чувашии он с коллегами разработал и запатентовал особый способ производства. Мы провели несколько испытаний и пришли к выводу, что те сыры, которые у нас можно сделать, требуют некоторого изменения. Почему? Потому что в каждом регионе молоко разное получается. Потому что кормовая база разная у коров, породы животных разная, возраст. Слушательница Надежда из Шумерлинского района на курсы пошла, чтобы организовать производство. На данный момент молоко закупают по низкой цене и народ наш решил создать кооператив, то есть молоко превращать в сыр. После того, как сыворотка стекла, сыр солят и переворачивают. На левую руку. Так. Потом ковшик вложу. Это белый положи ковшик. Теперь... Нет, сверху, сверху ладонь. Положи сверху ладонь. И переверни. Ага. Теперь ковшиком одеваем. И переверни опять. Затем сыр остужают и выдерживают в холодильнике. Минимум сутки. Самый оптимальный вкус через сколько суток примерно? Вот через оптимальный срок, это значит где-то в середине срока хранения. 5-7 суток вот такие вкусные показатели проявляются. Правда, столько времени сыр, как правило, пролежать не успевает. Планы на следующие занятия – приготовление сулугуни, рикотты и меретинского и других видов мягких сыров и творога. Ну, что я могу сказать, уважаемые телезрители. Очень жаль, что телевидение пока не передает вкус или запах. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.